МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марш равенства в Киеве. Почему его участников решили защищать? Финишная прямая Клинтон и Трампа. От экстравагантного до комичника. Именно такие сегодня главные темы программы. Я Дмитрий Анопченко, это подробности недели. Здравствуйте. Сегодня особенный день, поэтому и начинаем не с политики, как мы с вами уже привыкли, а с футбола. Ровно чем через два часа наша сборная стартует на Евро-2016 матчем с действующими чемпионами мира. Это тот самый случай, когда к экранам прикрнут и те, кто любит футбол, и те, кто обычно к нему равнодушен. Дело ведь сегодня не только в спорте. Итак, обратный отчет пошел. Все начнется в 10. Ну а за это время мы успеем многое вам рассказать и о политике, и, конечно же, о футболе. Лиль и Киев. Весь этот эфир будут с нами на связи. Два города, где есть возможность поболеть за наших. Ну вот, впервые за долгое время почувствовать себя частью единой большой команды. Ну и неважно, в костюме вы или вот в такой вот майке украинской сборной. Наши корреспонденты следят и будут следить за всем, что происходит. София Гордиенко сейчас у стадиона, где пройдет матч, а Роман Бачкалан на почтовой площади столицы, в самой большой фан-зоне Украины. Коллеги, вечер добрый. И буквально очень-очень коротко я дам вам еще время обо всем подробно рассказать, для того, чтобы наши зрители поняли атмосферу. В первую очередь, Софа, что там во Франции? Насколько сложно попасть в Лиль? Насколько сложно попасть на сам стадион? Вот меры безопасности, насколько они жесткие? Дима, Лиль, город крошечный, меры безопасности здесь нельзя сказать, что беспрецедентные. По-моему, знают власти, что происходит и кто болельщики. Все спокойно, но мы попытались все-таки уйти от главной улицы, от центра города до стадиона. Сейчас идет просто толпа людей, все добираются, все таким гуськом идут туда. Но, конечно же, все участники хотят, все хотят поучаствовать в программе, поэтому пришлось немного уйти подальше от фанатов, но вы их обязательно увидите. Мы с ними встретились и пообщались. Вот та картинка, которую я сейчас вижу, что это? Я так понимаю, это событие в Марселе, Софа? Это центр города. То, что происходило в Марселе эти дни, на самом деле, это то, с чем пришлось столкнуться властям. Это самый был серьезный вызов. Город и власти пытались как-то устроить вообще дружественную атмосферу, но у них не получилось. Не получилось ни до матча, ни вовремя матча. Дикторы настоятельно просили российских болельщиков оставаться на местах, чтобы развести их с ультра, с французами и британцами. Это не вышло. Россияне были очень агрессивны. Надо сказать, что Марсель не первый раз. В 1998 году там тоже были ужасные потасовки. И в этот раз всем тоже было очень плохо. 35 человек ранены, были ранены. 4 человека в тяжелом состоянии. Один британец находится сейчас в коме. И Федерация футбола уже объявила выговор и даже предупреждение россиянам и британцам. Они сказали, что если фанаты не возьмут себя в руки, возможно, будущие матчи отменят. Потому что никому неприятностей не хочется. Коллега, понятно. Но я надеюсь, что в Лиле сегодня все будет намного спокойнее. Следи, пожалуйста, за ситуацией. В любую секунду мы готовы включить тебя в прямой эфир. Рома, ну а что у вас? Что в самой большой фан-зоне? Много ли людей в форме нашей сборной? Дим, добрый вечер. Ну, не могу сказать, что на данный момент людей очень уж много. Вы сами все видите. Но организаторы ожидают, что вот сегодня здесь соберется порядка 6 тысяч человек. Здесь для болельщиков два больших экрана. Фонтан, в котором сегодня днем все купались, когда было жарко. И вот атмосфера очень похожая на ту, что была 4 года назад, на Евро-2012. Пожалуй, если уж проводить параллели, то единственная разница, это, конечно, вот такая существенная, это меры безопасности. Сейчас они гораздо выше. Общественный порядок обеспечивают сотрудники полиции и бойцы Насгвардии. Не могу сказать, что вот их прям уж тут так много в толпе. Иногда их можно увидеть, и в основном они во внешнем периметре выборочно проверяют личные вещи. И никаких инцидентов мы не заметили. В целом атмосфера достаточно миролюбивая, такая легкая, веселая. И несмотря на то, что сегодня вечером нашей команде будут противостоять чемпионы мира, вот собравшиеся здесь болельщики верят в то, что сборная Украины сможет победить. Ну или хотя бы не проиграть. А во что во Франции верят? София, у тебя была возможность пообщаться с болельщиками? Вот они-то что говорят? Дима, болельщики у нас, во-первых, очень хорошо воспитаны, можно сказать. Во-вторых, они очень хорошо настроены. Они пели сегодня песни. Они, конечно же, разрисовывали себя в разные цвета. Но надо отметить, что есть, конечно, грешок за нашими болельщиками. Я даже приехал сюда, в Европу, они не всегда придерживаются правил дорожного движения. И мы застали наших фанатов, которые въехали на центральную площадь, в пешеходную зону, даже под знак. Вот, что они сказали об этом. Попрошу прямую речь. Мы европейская нация, потому что нужно вести себя целевизованно в другом стране. А тут уже стояла украинская машина. Мы вчера тут были и видели, так же стояла украинская машина, поэтому сюда мы и заехали. Кроме вообще такого небольшого нюанса, надо сказать, что немцы и украинцы стояли бок о бок, буквально нос к носу. Они пели свои песни, каждый свои. И никто никого пальцем не тронул. И настроение, вот можно увидеть по их коротким комментариям, которые мы набрали с обеих сторон, вот буквально бок о бок. Попрошу. Мы поддерживаем Германию и верим, что она выиграет. Сюда столько наших болельщиков приехало, мы не можем проиграть. И просто все эмоции непередаемые. Украина вперед. Человек немець, я из Украины. Болеваем разом, каждый за свою команду. Кто победит сегодня? Ой, да ладно. Жена вот уже одела. Неважно. Я буду рад за Украину, но как карта ляжет. Посмотрим. Коллега, спасибо. Мы весь эфир будем возвращаться к этой теме. Я напомню, что у нас сейчас есть две камеры. В прямом эфире работают София Гордиенко из Лиля и Роман Бочкала. Самый главный фан-площадки нашей страны. Ну и напомню, что до матча сборной осталось порядка часа и пятидесяти минут. Мы ждем следующих включений. Ну а в самой стране, как только схлынут футбольные страсти, предстоят баталии. Не хуже футбольных, но уже совсем по другому поводу. Очередное повышение тарифов. На уходящей неделе объявили уже с первого числа следующего месяца. Поднимутся цены на отопление и горячую воду почти вдвое. Ну вот, посмотрите. Одна гигакалория. Сложное слово, но все-таки нужно понимать. А стоило 534 гривны. А будет теперь 1043. Автоматически очень резко подняли стоимость горячей воды. С 41 гривны за кубометр до почти 78. Но этот день явно мы вспомним не сегодня, а осенью. Или скорее ближе к зиме, когда похолодает. Вот тогда не просто счет за коммуналку будем ждать с ужасом. Нам с вами придется считать, а во сколько обойдется каждый поход в душ, сколько стоит руки помыть. Ну вот, к примеру, один раз принять ванну, выложи 30 гривен по новым расценкам. Если заменить это просто походом в душ, то привести себя в порядок каждому члену семьи обойдется минимум в 5 гривен. Буднично помыть посуду. И не в машине, которая огромный объем воды берет, а скромно в мойке или раковине 4 гривны. Ну и если все сложить, то в итоге за месяц получается колоссальная сумма, которая с приходом холодов будет расти и расти. Ведь с 1 сентября еще, не забывайте, и стоимость электроэнергии поднимут, и холодная вода в самое ближайшее время подорожает на 15%. И это все в условиях, когда цены на коммуналку хотят сделать европейскими, а зарплаты у нас с вами, увы, остаются украинскими. Ну и понятно, что люди в растерянности, сколько придется платить, как платить. Политики критикуют это решение и очень жестко. И война против тарифов вполне может изменить все парламентские планы на будущую неделю. Которая без того под угрозой. Ведь неделя хоть и пленарная, но при этом еще и футбольная, когда слуг народа скорее во Франции увидишь, чем в Киеве. Наш парламентский корреспондент Катя Лысенко как раз об этом, что должна сделать Рада и сможет ли? Нам что, разорваться? С этого ленардепы, мол, тут работа, но там же футбол. И как тут не променять украинские политические страсти на французские спортивные? Но если на уходящей неделе депутатские прогулы еще можно было понять и простить, то на предстоящей сессионной будет куда сложнее объяснить, почему твое селфи не из сессионного зала, а из фан-зоны. А возвращаться есть зачем. Нужно как минимум новых людей в центр избирком завести. Первый и, пожалуй, самый важный вопрос повестки дня. Только как его решат? Мирно или со спорами? И решат ли вообще? Перемен в этом здании 9 лет не было. За это время и парламент переизбирали, и премьеров переназначали. Страна менялась. А здесь все те же люди в тех же креслах. У 12-ти членов ЦИК полномочия 2 года, как истекли. А они как считали голоса, так и считают. Так что депутаты в условиях дедлайна. Ведь в семи округах уже стартовали до выборы в Раду. И значит, если в ближайшие дни старую команду не заменишь, то уже, по сути, и некогда. Придется ждать до осени, когда с каникул все вернутся, если не проголосуют сейчас. Но и сейчас. Как принимать решение, когда до сих пор не ясно, каким партиям отдадут места в ЦИК. В поданні на звільнення є 12 членів старого складу ЦВК, в поданні на призначення тільки 11. Консультації ще продовжуються. И президент Украины відкритий до диалога с усіма парламентскими силами. Сьогодні немає представництва у трьох фракцій. Це опозиційний блок, батьківщина, радикальна партія. І цю проблему потрібно вирішити. Иначе комісія буде недостатньо збалансована. Якщо ж ми говоримо про те, що все-таки в Центральній виборчій комісії, як органі, який впливає кардинально на результати виборів, повинен бути баланс, то це інша ситуація. Тоді треба сісти і домовитись про це. А політикум ще в одному спорі застрял. Уволить старих і назначить нових всіх вместе, или по одному. Бачимо вже деякі шантажі, що ми повинні голосувати одним пакетом, ми повинні прийняти одне зважене рішення. Голосування має відбуватися за кожного кандидата окремо. І ми будемо на цьому наполягати, тому що все є чесно. Кожен кандидат має прийти свого роду перевірку довіри в парламентському залі. Ми готові голосувати пакетно. Ми зрозуміли, що коли пакетне голосування йде, воно намного проще і намного ефективніше. Якщо ми тільки вийдемо в якісь політичні рейтингові голосування і все інше, це закінчиться плачевно. Бояться одного, що старий цик уволять, а новий при этом не назначат. І щоб не сталося так, що з чинних членів ЦБК залишиться троє, тих, які повноваження ще не закінчилися. І Центральна вибача комісія буде неспроможна далі проводити вибачий процес. Вона дійсно була ринкова, а не так звана ринкова. Решение об їх повышении намерена парламентська оппозиція, причем в суді, а вот наскільки велики шанси вернуть все на круги своя. Давайте прямо сейчас узнаемо у лідера фракції Юрия Бойко, он на связи с нами. Юрий Анатольевич, вечір добрый. Вот короткий вопрос. Я правильно понимаю, що ви намерены судиться і шанси каковы? Ну, прежде всього, хочу сказати, що це вже просто тарифний геноцид, поскольку за останні два роки тарифи на газ повисились в 8 раз, тарифи на тепло в 2 рази. І вот ми посчитали, якщо платити коммунальні услуги, то за квартиру 3 кімнати 7 квадратних метров чоловік повинен заплатити більше 4 тисяч гривень за коммунальні услуги, із которых 2 тисяч – це отоплення. То є це просто вже невозможно буде витримувати не то, що пенсіонеру, але навіть вже і нашому середньому класу – учителям, врачам, бюджетникам, рабочим. То є це тарифний геноцид. Рішення чисто політичне, в економіки не має ніякого відношення. Ми будемо требувати його відміни. Ми обращаємося в суд для того, щоб отменить це рішення, поскольку це просто вже уничтоження, плак цивилизации для наших людей. Ну а люди на місцях що говорять? Вот ви ж часто буваєте в поїздках по регіонам. Например, я знаю, только на этой неделе. В Закарпатській області були, да? Там как люди настроены? В Закарпатській області, вообще, на западной Україні, йдет масса вырубка лесів в Карпатах. Це чиста корупція. Занимаються этим, в основному, лесхозами. Под, грубою, крышей містной власи, київської власи. Ну, наприклад, є уникальна організація, Лесхоз Министерства оборони, який вирубає массово леса. Я сам видів ці прогаліни. Це не об'яснює, що там, якими-то санітарними виробками. Це целенаправлення виробка всього. І здорових, і больних деревь. Ось вони вирубають леса. Вместо того, щоб відправляти в зону АТО для строительства, все це відправляється на запад, вивозиться, вивозиться контрабандою, вивозиться кругляком, що запрещено законом. Ідет массово виробка. Це преступлення. Ми вже відправили відповідальні запроси на Генеральну прокуратуру, на Министерство оборони. Вивозні должны бути наказані. А в інших містах ідет виробка посадок. В Луганській області посадок осталось на два роки, тому що люди просто виробають леса, виробають посадки, для того, щоб протопити зимой свої жилища. Тобто нас виробляють в страну в камінний век. Все блага цивилизаций, які були дістинені до того, вони уністожаються, і люди просто виробили йти за дровами в лес. А в Житомирській області, вони мені прямо сказали в селі, що після заявлення міністра Розенка, то у них зазвалося впечатлення, що горожанам газ дають, а в село газом пользоваться не буде. У них газ в селі є, вони свої печі виробили дерев'яно, і тепер вообще нечем топити буде. Тобто це абсолютно ідіотська корупціонна політика нашого правительства, яка приведет до того, що людей просто лишають благ цивилизации. Але в будь-якому випадку остановити це можна тільки через суд, наскільки я розумію, і явно в Раді теж. В ближайші дні буде дискуссія по цьому поводу. Правильно? Але главное, щоб депутати вмісті карточок для голосування не достали із карманов кредитні карточки, і во Франції не застряли на футболі. Тем більше, що нардепам з їх дипломатическими паспортами французська виза для поїздки була не нужна. Вот смотрите, це мій паспорт, обычний, український, синій, общегражданский так называємий, нет, заграничний, да? Ну, а вот дипломатический паспорт, с ним наші чиновники, депутаты, можуть поехати в Європу, ну і в принципі і піхали без виз. Хорошо, далі. Обичним болельщикам було куда сложніше до Лилі добратися, все це ви знаєте, і ми об цьому дуже детально будемо говорити. Далі. Ми з Лилі получаємо пряму картинку, ага, ну не тільки з Лилі, але і з Києва. Ось дві фан-зони, ось що відбувається в двох ключових точках. Возле стадиона в Лилі знаходиться наша камера і в самой крупній фан-зоне України. Чуть позже зможемо і з нашими корреспондентами, і з болельщиками, які і там, і тут собираються, тож пообщаться. До начала матча, я напомню, осталось полтора часа. Ну і ви сами прекрасно знаєте, з якими проблемами українські фані попадали во Францію, скільки було нервів, з-за того, що многим відказували. Без видимих причин. Але все розвитували. Вот чуть-чуть потерпимо, а там все решиться. Але не тут-то було. Поговоримо об цьому з Іваном Климпуш-Цинцадзе, вице-прем'єр-миністром, який именно цими вопросами і займається. Вечер добрий, проходіть, будь ласка, в студію. І повод для того, щоб вас пригласити, більш ніж важний. Похоже, що безвизовий режим для України все-таки може затормозити. Добре дякую, що прийшли. І перш, що хочу вас запитати. У нас сьогодні дуже багато тем, але головне, що всіх налякало на цьому тижні. Інформація про те, що начебто нам або заморозять, або зовсім перенесуться, або, не дай Боже, скасують безвизовий режим. Що ви скажете? Такого рішення немає. Ані про замороження, ані про перенесення, ані про скасування. Зараз йде розгляд, нормальний розгляд, прийняття рішення, яке має відбутися, як в Європейському парламенті, так і в Раді Європейського Союзу, через усі процедури, після того, як Європейська комісія надала законодавчу таку ініціативу у ці органи. А надала вона саме тому, що ми з вами виконали всі абсолютно зобов'язання по плану дій безвізової лібералізації. Можуть бути певні чинники, які таким чи іншим чином вплинуть на це. Я хотів саме про це з вами поговорити і просто степ-бай-степ пройтися. І то, що могло на це повлияти, ну, наверняка, це ситуація с прайдом, який був сьогодні. У нас є наш корреспондент на місці событий. Просто, знаєте, коли ми іщем відповідь на питання, а чому Європа так тянет з відміну виз, може все-таки стоїть посмотрить на те заявлення, які самі европейці роблять, на те, що я б назвав лакмусовою бумажкою, як тестом для України. І вже абсолютно понятно. К примеру, якщо ми хочемо денег МВФ, їх не буде, поки европейці не будуть уверені, що средства не пойдуть налево. Помніте, в прошлом программе представитель МВФ в Україні Жером Ваше давав мені інтерв'ю, він абсолютно чітко підтвердив, прямая цитата, сказав, «Хочеш помощи – разберись з коррупцією». Ну, так і з безвизовим режимом. Хочеш його получить – разделяй европейські ценности. Поэтому к сьогоднішньому гей-параду в Києві Європа так внимательно присматривалась. Як це було, наблюдає Ольга Теребінська. Ми згодом з гостями посмотрим за цим. Ольга зараз на той точці, откуда стартовався марш. Оля, вийди на связь с нами, пожалуйста. В інформагентствах є к цій минуці зігодні зігодні зігоднім і зігоднім. Расскажі подробніше. Дмитрий, в час марші задержали 57 чоловік. Це ті, хто пытався прорвати оцеплення полицейських і устроити провокання. Ну, ви бачите, як це було. Ніхто просто окружали, ніхто з руками за спіною відводили в машини. А на пару чоловік даже прийшлося надеть наручники. Причем до цього моменту всіх їх відпустили. Десяті відпустили штрафи, а остальними просто поговорили. Причем непонятно, хто були ці люди. Це були просто радикально настроїні чи ультраправі? Ті, хто проти Прайда прийшло выступати, їх було менше сотні. І ось по яким причинам, ось що вони кажуть. У нас дитинство виховувало, що парад це свято. Зрозумієте? А зараз в країні йде війна. Сами організатори марша равенства сообщили, були і нападення. Але вже коли все закінчилось. Ось, к примеру, фото, яке опубліковав в фейсбуці один із пострадавших. Одесит Ігорь Захарченко. Мол, з міста событий участників Прайда в сопровождении полицейських розвозили в метро, де поїзда шли без остановок до ВДНХ. І його виловили. Именно там. Парень сейчас в больниці. Дмитрий. Оля, а що касається мер безопасності, наскільки вони серйозні були? Ну, ось, якщо полицейські вже даже сопровождали участників Прайда в метро, то наскільки все було безпецедентно? Що ти своїми глазами видела? Меры безопасності сьогодні действительно були безпецедентними. Территорію в нескільки кварталів в центрі Києва охороняли 5 тисяч полицейських, плюс 1000 нацгвардейців. Самих же демонстрантів було в три раза менше – около 2 тисячі человек. Це і активисти, які приїхали з усієї України, і депутати. Причем не тільки українського парламенту, але й европейського. Якщо ми хочемо в Європі, то ми маємо приймати європейські цінності. Прекрасно, що ми можемо маршувати все вместе в центрі Києва. Це мирна акція. Марш не тільки за права чоловіка, але й за демократию в Україні. Дмитрий, я хочу гостю спросити, якби в Києве сегодня було так, як недавно во Львові, яка була реакція Європи і як після такого ви б проводили переговори о безвізовому режимі? Дякую вам за запитання. Дійсно, такий марш рівності – це демонстрація того, що ми з вами намагаємося тут, в Україні, утвердити цінності які? Цінності толерантності, недискримінації, взаємної поваги. І, очевидно, маючи такі цінності для кожної окремої людини, це означає, якщо суспільство і держава їх забезпечують, це означає, що держава розбивається відповідно на цих засадах толерантності і недискримінації. Ну, що ми розглядаємо ті самі європейські цінності, які є в Європейському Союзі, куди ми хочемо? І ми це демонстрували вже неодноразово, ми це демонстрували ще на Майдані, тоді ніхто не питався, яке в тебе віросповідання, яких ти релігійних переконань, політичних поглядів, чи ти якої віку, чи ти статі, чи якої сексуальної орієнтації. Ми всі виходили туди, тому що ми чітко розуміли, чому ми виходимо, за що, за якими права боремося. І це, власне, продовження цієї боротьби. Щодо питання того, як би сприйнялося європейцями і нашими партнерами, в принципі, на Заході, як би... Ну, на щастя, обійшлося, але ж вони слідкували, я наскільки розумію, дуже пильно. Це, насправді, стосується не виключно, ну, та пильна така увага до України, вона не винятково стосується тільки маршу рівності, який сьогодні відбувався. Це про все. Тобто, якщо завтра це буде, ну, я не знаю, умовно, марш людей з особливими потребами, які ми так само на даний момент остаточно не забезпечуємо. В нас немає пристосованого там в місті, як на візках можна пересуватися і так далі. Тобто, є величезна кількість речей, які не забезпечують поки що прав людей з особливими потребами так само тут в Україні. І точно так само, якби був їхній марш, так само би прискіпливо дивилися, чи немає якихось провокацій, чи хтось не намагається використати цю ситуацію в такий спосіб, щоби показати світові, що Україна не є демократичною Україною, щоби показати світові, що Україна є, ну, тільки декларує ті цінності, а не реально їх захищає. Вибачте, а це спеціально люди можуть робити, чи це, ну, вибачте на слові, дурість просто? Тут, ну, я б не класифікувала. Знаєте, у людей є різні свої переконання, так, може хтось це робить з суто якихось там особистих переконань, і поки що ще не розуміє до кінця, чому це важливо захищати права усіх, але разом з тим дуже багато є можливих таких навмисних провокацій, і ми це прекрасно розуміємо, на жаль, це не стосується виключно сьогоднішнього дня. І тому європейці, повертаючись до того, що ми говорили перед тим, чи це може вплинути на наш безвізовий діалог, якщо Україна демонструє свою недемократичність, такі речі будуть використовуватися тими, хто хоче використати політичний аргумент, щоби не допустити Україну до прогресу того, на який ми заслужили на сьогоднішній день. Ну, знаєте, ми згадали Львів, я просто глядачам хочу нагадати. Колеги, є можливість дати картинку з Львова, я хочу напомніть, як це було. То, що було в Львові, відділяє нас від безвізового режиму куди більше, ніж проїзки Москви, ну, по-крайній мере, якщо б така картинка, як ви видите, в Львові повторилась в Києві, то був би вже не тільки Сенат Франції з його голосуванням, але й багато інших країнів, можливо, все-таки б засомневались в Україні. Львівські события, март того року, коли прайд вначале відменили, але потім ви бачите, що відбувалося і столкновення, і попытки нападений. І ще одна нова, да, вибачте, я просто... Прошу, прошу. Ще одна нова, просто, щоб с цей темою закончить, сообщення із Соединенних Штатов, ну, похожа история, історія о нетерпимості. Американський штат Флорида, трагедія, як минимум 50 человек убиті в результаті нападення на гей-клуб в городі Орландо. Смотрите, що там происходило. Військовий винтовкою і пистолетом – преступник. Ворвався в переполнений клуб, почав хладно-кровно отстреливати людей, забаррикадировався, взял около 30 заложників. Поліція окружила здання, на штурм решилась только через 3 часа. Причем переговори с преступником никто не ввел. Видимо, він просто отказувався разговаривать с силовиками. Во время штурма он отстреливался, ранил полицейского, ну і в итоге був сам застрелен. Вскоре выяснилось. Нападавший американец афганського происхождения, Амар Матин, поліція не ісключає, що він имав зв'язку з радикальними ісламійськими групувками, а відповідності за нападення пока ніхто на себе не взял. Ну а його отец вже признався пресі, що це преступлення він мог совершити якраз із-за ненависти к людям другой сексуальної ориентации. Окей, вот такі новости принес сьогоднішній день. Ну це ще одне свідчення того, що боротьба за ці права і пояснення, що означає рівне ставлення до всіх громадян, своєї країни, що рівне ставлення до всіх людей, воно потребує подальшої роботи не лише у нас, як в країні, яка щойно будує свою демократію, а навіть у таких розвинених демократій, як Сполучені Штати Америки. Давайте ми квізом перейдемо. Важний вопрос, вопрос, который всіх, хто нас смотрит, сейчас волнует. Что же все-таки происходит? Ну вот казалось бы, здавалось бы, гарантії дали на найвищому рівні, і було враження, що в Європейский Союз ми зможемо поїхати без віз, лише з паспортом. Ну, хоча б навіть не вусіни, с биометричним паспортом, так, так, ви праві. Але хоча б з 1 січня. Але вот эта неделя принесла неутішительні новости. Наш европейський корреспондент Татьяна Лугунова з нами щас вийде на связь, все нам розкажет, она присоединяється к разговору об этом. Тань, вечір добрий, да, спасибо, що на связі. Так все-таки, в чому, собственно, проблема? Дим, ну що сказати, без віз цим летом в Євросоюз украинці, похоже, не поїдуть. Рассмотрення вопроса о предоставлении нашей стране, а також Грузії і Косово, без візового режима отложили предварительно до сентября. Таке решення приняли на заседании Совета ЕС на уровне министра внутренних дел юстиції в Люксембурге. Главну причину озвучив представитель Нидерландів. Эта страна сейчас председательствует в ЄС. Пока нет достаточной поддержки для принятия такого решения. Главные противники – это якобы Германия, Франция и Италия. Они настаивают, сначала нужно закрыть вопрос Турции. Ей ЕС тоже пообещал визовую либерализацию. Ну и разработать механизм экстренной приостановки действия этого режима. Ну и, конечно, неприятным фоном для дискуссии о безвізовом режиме стали и сомнения европейцев, а стоит ли продлевать санкции против России. Сейчас, в конце июня, их, скорее всего, пролонгируют еще на полгода, то есть до декабря. Но в Брюсселе не скрывают – это может быть последнее продление. Даже в лагере традиционных сторонников санкций в последнее время заметны некоторые колебания. Взять хотя бы заявление шефа немецкой дипломатии Франка Вальтера Штайнмайера. Он вдруг сказал, что санкции не самоцель, и нужно подумать о более разумном использовании этого инструмента. Иными словами, о возможности поэтапной отмены штрафных мер. Или вот резолюция французского сената, он тоже призывал правительство своей страны подумать о пересмотре санкций. Дело в том, что на большую политику очень сильно влияет большой бизнес, который хочет вернуться на российский рынок. Да и выборы скоро, как в Германии, так и во Франции. И европейские избиратели сейчас скорее проголосуют за поддержку своей экономики, чем за поддержку соседней, но в то же время еще далекой от Евросоюза. Спасибо, коллега. Берлин был у нас на связи. Там Татьяна Лугунова. А зрителям я напомню, что Ивана Климпуш-Ценцадзе вице-премьер по вопросам европейской интеграции у нас в студии. Паня Ивана, вы мне скажите, ну что, действительно, может нам пообещаться и не выполняться? Это, власне, вы питаете питание про ответственность и про взаимопринятность и взаимозобвязывающую принятность диалога между нами и Европейским Союзом. Я уверена, что если мы, с своего боку, решили все вопросы, которые стояли у нас в перелику плану визовой ліберализации с Европейским Союзом, то это означает, что на основе цієї безпосередньо оцінки окремої країни, не в привязке до жодної іншої, має розглядатися це питання. Зараз воно продовжує розглядатися, в принципе, в форматі того часу, який зазвичай займає така процедура. Вона може займати від 4 месяцев до року. Ми поки що говоримо про те, що 20 квітня була подана Європейською комісією така законодавча ініціатива. Зараз паралельно можна розглядати в комітетах Європейського парламенту. Я хочу зафіксувати, щоб глядачі зрозуміли, від квітня ми маємо відрахувати від 4 месяцев до року. І лише тоді це може запрацювати. Я переконана, що ми все-таки матимемо відповідальне рішення наших європейських партнерів стосовно того, що це не буде займати рік. Матимо коли? Поки що не бачу причин відмовлятися від такої можливості. Тобто прогноз оптиміста осінь? Початок осіння. Я насправді давно про це говорю, приблизно це той час. Ми маємо враховувати також про те, що Європейський парламент іде на канікули, їх не буде, вони не працюватимуть в сесії з середини липня до кінця серпня. Це теж важливо розуміти. Ну, ви знаєте, все це відбувається на фоні того, що українцям все чаще не видають візи. Статистика за прошлый год впечатляє. Я попрошу режиссерську групу, підготовьте її, пожалуйста. Ну, от, по крайній мере, якщо вірить статистике, то відповідати стали в два рази чаще. Общественна організація «Європа без бар'єров» даже своеобразний рейтинг сформувала. Есть можна дать його на екран, да? Вот лучше всего видають візи консульства Эстонії, Литвы і Венгриї. І отказів мало, і візи там не короткі, а со сроком действия три місяці і більше. А антирейтинг возглавляють Германия, Португалия, Іспания, Франція, Голландія. І вот що саме удивительне – Польща. При этом, якщо голландці і немці традиційно требовательні, то с поляками ситуацію даже логичні, по крайній мере, мені, вістані і студії, объяснить сложно. Да, в її консульство більше всього обращений, значить, і процент відказів може бути більше, но, к примеру, в польському консульстві в Вінниці відказували? Задумайтеся тільки, кожному десятому. 12% відказів – це більше, ніж в будь-якому іншому шенгенському консульстві в Україні за останні шість років. Пані Івана, а як ви це прокоментуєте? Ну, дивіться, ми начебто наближаємося до безвізового, а вони нам і візи не дають. Я хотіла б, насправді, подивитися трохи детальніше на цю статистику, яка надана дуже поважними експертами Європи без бар'єрів. Але разом з тим, я розумію, що я навіть перевіряла з Міністерством закордонних справ, що нарікань на необ'єктивно невидані візи зовсім від українців до Міністерства закордонних справ України за першу частину цього року абсолютно не збільшилося, навіть зменшилося. Тому питання є в тому, може десь і ми там щось недостатньо там якісно оформлюємо документи і вважаємо, що вже ось-ось нам мають давати ці візи, незважаючи на те, що є якісь вимоги. Тому тут треба трошки глибше аналізувати цю історію, тому що, наприклад, у випадку відмови нашому маленькому, молодому вболівальнику у французькому посольстві. Знаменита історія, це хлопчик. Так, і там було питання, насправді, зовсім не до нього, до його батьків. Вони додали додаткових документів, які були необхідні і оригінально, і, слава Богу, візи їм дали. Ви знаєте, він герой цього сюжету, який у нас просто готовий до ефіру. Давайте ми подивимося і зможемо прокоментувати. Розбиралися наші корреспонденти в ситуації с візами, с їх задержками, наскільки все серьезно, соответствують ли все той статистикі, яку я привел. Давайте посмотрим. Мітинг під французським посольством. Чого Франція не хоче нас пускати? Поддержка футболістів і зборної. Разговор українського і французського президентів, обращення МИДА. В такій атмосфері Вова Бабенчик получав візу, щоб відправитися на Евро-2016. На руках були і билети, і підтвердження отельной брони. Не було тільки шенгена. Непонятна причина поїздки. Ответ із посольства. Та, засмочені, що не відкрили. Ми всі плакали. В паспорте восьмилетнього болельщика віза все-таки появилась. Со второго раза. Україна вперед! Це тільки одна із тисяч історик, коли перед українцами заклопываються европейські двери. І не тільки накануні футбольного чемпіоната. Собрать необходимі бумаги на візу і назначить дату подачи документа в тот ще квест. Але навіть коли все справки, підтвердження у вас на руках, не факт, що паспорт вам вернут з відкритой візи. Через бюрократичний терник звездам уже другого чемпіоната Європи по джиу-джитсу пробивались кировоградські спортсмены. Приедуть абсолютно все страни со всіх бубоків планеты. К сожалению, не пускають тільки нас. Ім прийшлось писати відеообращення, щоб услышали там, в Португалиї, котря відказалася віддавати візи. За сутки до вілята спортсмены решили брати ізмором. Целий день митинговали под посольством. Вопрос уже решался на уровне властей. Перша медаль – це якраз лісабон. То есть, коли нам відказали в візах, получив серебро, то есть проіграв фінальний спад. А це вже коли не було проблем с візами, в Римі получив золото. Але що там спортсмены? Народним депутатам і тим відказують в візах. У них хоч і дипломатичні паспорта, в'їзд в страну Шенгена свободний. Да вот в Британію віза все равно нужна. Ваші офіціальні расходи не дають нам уверенності считати, що ви не захотите остатися на постоянному місці жительства в Великому Британі. Це не депутатів Верховного Совету. Так і сказали. На одну депутатську зарплату в 6 тисяч гривень в Британі не проживеш. Нардеп Артеменко подтянув тяжелу артиллерію. Я обратився в Міністерство іностранних дел, к одному з замістителів міністра. Мой вопрос был решен ровно через два часа. Случаи з хеппи-эндом, коли вибивали візи всем миром, капля в море отказів. В прошлом году в Європейський Союз не пустили 42 тисячі українців. Європа закриває двері, тому що її накрила волна мігрантов. І дуже часто в українцях вона видить очередного потенціального біженця, іграє фактор війни на Востокі. Глибоке протиріччя, коли сам ЄС виступає таким поборником фундаментальних прав людини, в той же час застосовує вимоги, які нерідко граничать із фактично порушенням прав людини. Впечатляюча статистика, якщо дивитися на сосідів Білорусь і Росію. Російська федерація 3,5 мільйони віз, 3,5 мільйони, і тільки 1,3 відсотка відмов. Україна 1,2 мільйон і 3,4 відсотка відмов. Білорусь 700, але 0,3. Це політичне, технічне, безпекове питання. В Міністерстві іностранних дел це комментирують здержанно. Говорити, що в цьому є політика, немає підстав. Хоча самим неоднократно приходилось, так сказати, розрулювати очередной визовий скандал. Є там певні проблеми з Францією, є певні проблеми з Чехією. По Чехії ми завжди ставимо питання, що до великих черг вони не можуть, не в змозі оформлювати вчасні документи. На чемпіонат Європи по футболу во Францію так і не змогли пробитися почти 100 українців. Билеты на матч і на переліты просто згоріли. Витрачено дуже багато часу, нервів, грошей. Вова же, которому повезло, через час буде болеть за українську збору на стадіоні Лиля. Раздали визу, отриватися збирається по полній. Бажаю нашій збірні, щоб привезли кубок до України. Павлина Василєнка, Галіна Якушко, Елена Брынза і Сергій Келімник. Подробності неділи. Телеканал «Інтер». Слухайте, ну хлопчик чудовий. Прекрасний, абсолютно. Обидвами посміхалися, коли сюди дивилися, але йому дали визу лише тому, що був суспільний розголос. Ні, був суспільний розголос. Більше того, було ще навіть і втручання президента України на високому рівні. Питання не в тому. Я думаю, що ми маємо враховувати те, що в Європейський Союз зараз дуже намагається зрозуміти, як активно зрозуміти для себе, як реагувати на міграційні виклики, з якими вони стикнулися, на терористичні загрози, які стикнулися. Тому вони зараз для себе шукають з ініціативи Німеччини, з ініціативи Франції, Італії, Бельгії. Вони шукають для себе той механізм, який вони мали би узгодити, погодити, який би міг припиняти дію безвізового режиму, який вже наданий був країні, який-небудь. Це не стосується, це не є зосереджено на Україні чи на Грузії. Це є, це стосується загальних правил. Наше наполягання є в тому, що так, будь ласка, ми розуміємо, у вас є завдання, які ви маєте для себе себе захистити, але просимо цей, наполягаємо на тому, що цей процес розгляду жорсткішого, умов можливого призупинення, має відбуватися в паралелі з розглядом питання надання безвізового режиму відповідно до попередніх домовленостей. Окей, тобто панікувати не треба, головне, що хочу почути. Тобто треба працювати, працювати всім, на всіх, на всіх рівнях. Починаючи з громадських організацій, я безмежно вдячна нашим громадським організаціям, з журналістів, з урядовців, з представників, дипломатів, до найвищого рівня. Ми маємо просто пояснювати далі, в нас є позитивні приклади, і прикордонного малого руху, і там спрощеного оформлення віз, де ми маємо позитивні приклади того, як ми можемо співпрацювати. На цьому треба будувати. Гарна крапка, будемо виставити. Дякую, що прийшли, дякую, що були в студії. Івана Кринпуштинцадзе була у нас в студії, віцепрем'єр по європейській інтеграції, ну, чоловік, який все-таки є оптимістом, і заявив, що к осені ми можемо отримати безвізовий режим. Еще один тест для України, закон о люстрації. Камінь приткновення. Убирати з должностей по формальному признаку, всех скопам, тех, хто во времена старий був при должності, или по решению суда, когда установлено, що чиновник, грубо говоря, работал на режим. В марте этого года ми брали інтерв'ю у господина Букики, у глави Венецианской комісії, главной консультативной структуры Совета Европы по конституционному праву. Спросили у нього о законе люстрації. Получили ответ. «This is a bad law». Это плохой закон. Ну, вот так, ни больше, ни меньше. Спросили о поправках, которые должна была сделать и прислать венецианке Украина. Услышали ответ. «Пока мы не получили ничего». Надеемся, министр юстиции пришлёт поправки, как и обещал несколько месяцев назад. На этой неделе венецианская комиссия собралась вновь. Чем возмущалась и что рекомендует? Расспрашивал и членов Алексей Пшемызкий. Две минуты вместо двух часов, как в декабре 2014 года. Ровно столько на последнем заседании венецианской комиссии обсуждали украинский закон люстрации. Ведь говорить-то попросту было не о чем. Уже полтора года лучшие юристы ждут от украинского Минюста правки к скандальному документу. Но до сих пор их нет. Если раньше министр юстиции Петренко и глава люстрационного департамента Казаченко жаловались на проблемы с переводом, нехватку времени, а ещё на депутатов, которые не хотят голосовать, то в этот раз никто из них вообще не приехал. Кресла остались пустыми. Такой жест украинских люстраторов вызвал у венецианской комиссии недоумение. До сих пор мы не получили никаких правок. Какое-то время тому назад мы приняли мнение об этом законе. Но какова сейчас судьба наших рекомендаций, мне неизвестно. А ведь подготовить министерство юстиции их обещало ещё к началу 15-го года. Насколько я знаю, министр юстиции обещал прислать их вам в течение месяца. Да, в точности так. И вы до сих пор их не получили? Да, пока нет. Вам известно, почему? Я не знаю, в чём дело. Возможно, правки попросту не готовы. Представители комиссии не один раз просили Украину приостановить действие закона об очищении власти, пока правки не внесут. И самое интересное, что авторы украинской люстрации заверили европейцев, что так и сделают. Но и тут не выполнили своё обещание. Мы рекомендовали внести правки в закон как можно скорее. Конечно, не наше право судить, как уже выполняются те или иные законы, потому, как правило, их присылают нам до вступления в силу. Но мы знаем, что закон работает и крайне вероятно, что он уже нарушил права людей в Украине. Но вот в закрытой части заседания, которая прошла без камер, замсекретаря венецианки раскрывает детали переписки с Киевом. Украинский Миньюз всё-таки разработал правки к закону, вот только не спешит представлять их в Европе. Причина простая. Рекомендации венецианской комиссии Миньюз учитывать не захотел. Рекомендации, которые были рік тому, они не врахованы. Но чтобы про это заявить официально, необходимо отримать от украинской влады текст поправок. На жаль, официально украинская влада не хочет, чтобы Рада Европы анализовала эти поправки. Из-за этой позиции украинского Миньюста теперь практически любой иллюстрированный чиновник может оспорить своё увольнение в суде. Главные претензии венецианской комиссии озвучены ещё в декабре. Вина каждого должна быть доказана персонально. Борьбу с коррупцией нельзя заменить иллюстрацией. А самим очищением власти в Украине должен заниматься не Минюст, а отдельная структура. Это прямая дорога до Страсбурга, до Европейского суду с права человека, который фактически будет ставить крапку в этом процессе, который происходит в Украине. На жаль, с иллюстрацией он уже давно не имеет ничего спильного. Следующее заседание венецианской комиссии состоится в октябре. Но в то, что хотя бы к этому сроку Украина всё же пришлёт обещанный документ, здесь верят всё меньше. Из Венеции Алексей Пшемыльский, Сергей Ведмить. Подробности недели телеканал Интер. Но мы с вами сегодня говорим не только о политике. Мы следим за главным матчем года, первым матчем украинской сборной. В Лиле наши камеры, установленные во Франции и в Киеве, в главной фан-зоне поступают тревожные сообщения о том, что украинцев якобы побили во Франции. Всё это узнаем из первых уст от наших корреспондентов. Но будет это через несколько минут рекламы во втором часу программы, когда вы увидите ещё очень многое. Не пропустите дальнейшие темы. Футбол года. Украинцы против чемпионов мира. Что сейчас происходит в Лиле? Финишная прямая Клинтон и Трампа. От экстрапагантного до комичника. Готовим пляжные зонтики. Чем заменяют украинцы крымские пляжи? Футбол года. Украинцы против чемпионов мира. Что сейчас происходит в Лиле? Финишная прямая Клинтон и Трампа. От экстрапагантного до комичника. Готовим пляжные зонтики. Чем заменяют украинцы крымские пляжи? Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Прямой эфир. Вторая часть программы. Здравствуйте. С тобой те, за которым сейчас, в эти минуты, следят даже те, кто никогда особо не увлекался футболом. Финальный отчет до матча Украины и Германии. До момента, когда вся страна будет болеть за наших. Остается менее часа. Мы с вами за всем происходящим и в Лиле, и в Киеве тоже следим в прямом эфире. Так что успеем сегодня и о новостях поговорить, и о футболе. И начнем с Франции. Немецкие. Да, возвращаемся мы к Франции. Там известно нам, что немецкая команда уже на стадионе, но есть и тревожные новости из Лиля. Два украинских болельщика пострадали в драке с немцами. Вот такая информация пришла. Подробностей я еще не знаю. Видимо, вы тоже. Но есть София Кордиенко у нас в Лиле, которая все сейчас расскажет. Соф, мы тебя слушаем. Да, Дима, это правда. Я сейчас нахожусь на центральной площади Лиля. И в том самом месте, откуда велись съемки инцидента, который произошел буквально несколько десятков минут назад, прямо на площади. Вначале украинцы и немцы спокойно общались между собой. Я вам показывала это видео. Все были в своих шарфах, в своих шляпах. И тут буквально 50 человек, причем в балаклавах, без своих флагов, без всяких шарфов, просто нападают на украинцев и людей начинают избивать. У одного даже человека украли телефон. Это по сведениям моих друзей, которые были здесь. Сведения расходятся, кто эти люди. Одни говорят, что это были французы, которые надели на себя балаклавы и которые воспользовались просто моментом, чтобы обокрасить людей и сделать такой инцидент. Но я общалась с украинцами, которые были тоже свидетелями. Они говорят, что это были немцы, так как те люди, с которыми я общалась, это украинцы, живущие в Германии. И они даже смогли пообщаться с ультрас. Они говорят, что это были 100% немцы, это были 100% ультрас. И у них была такая запланированная акция. И это правда, что двое людей были достаточно серьезно ранены. Их забрала скорая. Увы, полицейские, французские полицейские приехали сюда только спустя час. Они до сих пор находятся здесь, они патрулируют, они такие формы киборгов. Здесь же были украинские полицейские, кстати, на месте. И они, собственно, попросили своих французских коллег сейчас помочь с доставкой украинских болельщиков на стадион. Потому что сейчас все уже понемногу пытаются перемещаться из центра города к стадиону. Дима. Да, коллега, сложная ситуация. Никто и не ожидал. Следи, пожалуйста, за ситуацией. Если что-то будет известно, то просто готовы дать тебе прямой эфир. И сейчас давайте я попрошу нашу режиссерскую группу подготовить связь с киевской площадкой. Я за это время расскажу вам, что наш соперник, чемпион мира, этим все сказано, все это понимают. Но вот какой состав немцы выставят против Украины? Ждали мы эту информацию до последнего, но пока неизвестно. Понятно только, что дотошные журналисты сравнивают обе команды. Бундестим, по версии британской газеты Дель Мир, одна из самых дорогих команд. Суммарная ее стоимость почти 350 миллионов евро. Сборная Украины газета оценила дешевле в 50 раз. У немцев очень высокая команда. Вот вы видите, средний рост метр 85. Так что играть против обороны Бундестима, которая вся под метр 90, будет наш нападающий Роман Зазуля. Он и до метра 80 не дотягивает. Команда у немцев очень молодая. Стамому старшему вратарю Нойеру 30 лет. У нас в обороне выйдет на поле Вячеслав Шевчук, которому 37, и при этом Мануэль Нойер. Номер один у немцев, очевидно, будет капитаном в этой игре. Его называют лучшим вратарем со времен Льва Яшина. У нас в воротах Андрей Пятов. О нем говорят, может, и не блистал в товарищеских матчах накануне Евро, но был надежен в отборочном турнире. Ну и крупнейший в Украине фан-зона. Да, крупнейший в Украине фан-зона на почтовой площади Киева. И там у нас Роман Бочкала. У него узнаем, что же происходит все-таки в Киеве. И, возможно, у нас пропала связь с фан-зоной. Коллеги, огромная просьба. Наладьте тогда связь с фан-зоной, потому что я хотел бы узнать, во-первых, что там происходит, а во-вторых, как украинские болельщики отреагировали на то, что тех, кто поехал в Лиле, сбили. За переживаниями за судьбу сборной, за лихорадочным поглядыванием на часы, а вот сколько до матча, все забыли, что прошлый чемпионат Европы был здесь, у нас, в Киеве, в Украине. Мы с ним справились великолепно. И вот об этом накануне сегодняшней игры мы говорили с человеком, который 4 года назад отвечал за его подготовку с Борисом Колесниковым. Вы знаете, мы специально на стадионе встретились. Я хотел бы спросить, вот когда наши зрители будут смотреть за французским чемпионатом, кто по телевизору, кто может быть лично, вряд ли кто-то понимает, каков объем подготовки. Вы как человек, который непосредственно занимались подготовкой к Евро 2012, вы сочувствуете французам? Ну, в чем-то да, в чем-то завидую. Это разные проблемы у Франции, у нас. Проблемы безопасности и мирового терроризма вышли на первое место, к глубочайшему сожалению. Украине пришлось решать совсем другие проблемы. Основные, да, многих нюансов, конечно, не видно, но это работа, работа десятков тысяч людей, подготовка для таких турниров. Нам было намного сложнее тогда? Ну, Франция 70 лет после Второй мировой войны каждый год вкладывала в инфраструктуру. То в Украине ее просто, в современном понимании слова инфраструктура, в Украине ее просто не было. Поэтому в этом плане нам было сложнее. И Франция проводила чемпионат мира 1998 года, у нее огромный опыт. Есть шанс, что Украина еще когда-нибудь получит Евро, что вот вся эта инфраструктура, она будет задействована для очередного чемпионата? Суть же не в том, что получится Украина. Главное, чтобы это принесло пользу. Украина может получить и мир. Вопрос же в том, насколько это принесет социально ощутимый результат. Вот посмотрите, и Запад, и, допустим, мировые центры, такие как Сингапур, Дубай. Весь бизнес друг другу помогает, а правительство помогает всему бизнесу. То есть, кто-то строит аэропорты, кто-то отели, правительство втягивает мировые европейские турниры, втягивает выставки. То есть, вся инфраструктура, допустим, столица должна работать круглый год. Тогда совсем другое качество, и персонал постоянно в тонусе находится, и малый бизнес, рестораны, кафе, отели. Все работает, аэропорты. Поэтому сам турнир это всего лишь средство для достижения цели, для успеха Украины. Что касается Евровидения, многие говорили о том, что, ну, в любом случае, Украине его принимать через год, многие говорили о том, что вот стадион может быть задействован. Что Украина должна сделать, чтобы Евровидение прошло успешно? У вас та опыт Евро? Ну, здесь выступала Мадонна, здесь выступала Шакира, здесь выступал Океан Эльзи, потрясающий концерт, поэтому я не думаю, что у Украины будет проблемой. Главное, когда быстро, всегда дороже. Главное, сейчас 11 месяцев до Евро. Нужно сделать четкий план и выполнить его. Тем более, за месяц до Евровидения в Дворце спорта будет чемпионат мира по хоккей в группе 1А. И наша сборная будет бороться за выход в мировую элиту. Поэтому работать нужно уже сегодня начинать. Что касается чемпионат, то есть точно так же? вот если взять, допустим, Евро 2012. Выиграть его было сложнее, чем провести, или провести сложнее, чем выиграть? Ну, конечно, выиграть сложнее. Организация это организация. Если есть четкий и понятный план, вы его обязательно выполните. Но есть более богатые страны, Европа, если выбрать чемпионат мира, то и мира, которые никогда не выигрывали чемпионаты. Поэтому, конечно, подготовить чемпионат намного легче, чем его выиграть. Но нам остается только пожелать успехов нашей сборной. Им будет, пускай, сложно, но с шансами на успех. Ну, вот есть ваша камера, скажите ребятам что-то. Я хочу всем нашим футболистам, всем тренерам и болельщикам пожелать удачи, потому что о победе все люди футбольные говорят после матча. Удачи, удачи, еще раз удачи. Спасибо. 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 И крупнейшая в Украине фан-зона на Почтовой площади Киева. Там Роман Бочкала. Мы, к счастью, наладили с ним связь. У него сейчас все и узнаем. Роман, ну тебе слово, что там у вас происходит. Дим, добрый вечер. Но лучше всего атмосферу на Почтовой площади передают эти казацкие литавры. Вот просто с каждой минуты здесь все больше людей и атмосфера очень праздничная. Добрый вечер. Какие ожидания от сегодняшней игры? Самое лучшее. Надеемся, что выиграем в этом матче. А что это у вас за монеты такие? Мы чеканим монеты на память о футболе, на память о Евро 2016. Можно сейчас специально для вас сделать. Закладываем заготовочку. И, чтобы наша сборная победила, будем чеканить монетку такую. заготовочку. И вот так вот и с ним все мы сажаем. Ну что ж, ну теперь просто Украина не может не победить. Большое спасибо. Спасибо. Дякуемо, хлопцы. Дякуемо за эту монету. Да, давайте поговорим с болельщиками. Мы с ним уже познакомились. И вот хочу обратить внимание на этот украинский флаг, который подписан. Вот расскажите, кем? Это мои собротимы. Добрый вечер. Меня зовут Олексій. Это прапор из Донецка. Мы с собротимы подписали на память мне на згадку про нашу... Какие ожидания сегодняшней игры? И скажите, пожалуйста, как вы, как войсковый, который прошел АТО, насколько победа сборной Украины отобразится на боевом дусе наших воевоков? Я думаю, это очень символично сегодня наша победа. Я на это очень надеюсь. И надеюсь, что... И здесь мы встретили министра культуры Евгения Нищука. Доброго вечера. Доброго вечера всему, всей Украине. Справді, ощущения неимоверные. Я тут очекую родину, сын, бо хочется как-то почувствовать атмосферу этой поддержки. Евгений, насколько я знаю, футбол для вас это не чужая игра. Расскажите, пожалуйста, что сами играете? Я сам играю. Я колись был гравец Ивана Фарківского Прикарпаття. Сейчас играю за ФК Маэстро. Футбол Я чувствую, знаю, болеваю. Зараз собі тактично вибудовую, хто має вийти в стартовому складі. Закликаю Фоменка випустити на заміну сміливо і Зінченко, і Коваленко. Тобто, мої думки зараз спрямовані на те, як має вибудоватись гра. Ну, всі знають, що сьогодні в Україні буде протистояти чемпіони світу, але все ж таки, чи є шанси на перемогу? Я думаю, що психологічно наша збірна готова до цього подвигу. Звичайно, що це німецька меншина, це та команда, коли грають 22 футболіста, виграє німці. Звичайно, але ми можемо зробити сьогодні дивовижну річ. І, звичайно, що нас і нічия буде задовільняти. Але я сподіваюся, що наші крайні лівий, правий хав мають вибухнути і зробити диво. Дякую вам дуже. Ось така замечательна у нас атмосфера на главной, в главной фан-зоні України на почтовій площади. Студія. Да, Рома, спасибо. Ну, вот, що відбувається в Києві. Болельщики собираються. А прямо зараз у нас є связь з Лилем, де на стадион спешат другие болельщики, в тому числе і знаменитые. Софію, я тебе слово передаю. Да, Дмитрий, не тільки все собрались, але на самом деле вже с'їхалися болельщики і с'їхалися даже болельщики, які в необычному сьогодні амплуа. Рядом со мной Маркиєва Віталій Кличко, і обычно він знає, що таке соревноваться. Сьогодні же він підтримує українську спорну. І як чоловік, який знає, що таке дратися, с яким ви ви ходили настроєм на рейн, коли ви знали, що соперник серйозний, як сьогодні у нас дуже серйозний сперник? Однозначно потрібно потрібно быть настроєм на победу, верити в себе, верити в свои сили і робити все для того, щоб победа була за тобою. І в цьому в цьому в цьому в цьому удача буде богословно тебе. Несмотря на то, що сьогодні ми в самому першому матчі на чемпіонаті Європі встречаємся з многократним чемпіоном мира, однією з найсамних сильних команд не тільки Європа, а йому, як я вже говорила, нет нічого невозможного, нужно верити в себе, сделать все. Я уверен, що сьогодні буде хороша игра, і наші хлопці сіграють на достойному уровні. Це спорт. Сделати нужно все для того, щоб була победа. Будет ничья, значит, буде так, але нужно сделать все, щоб ні в коїм в цьому не було пораження. Що ви можете пожелати нашій команде і нашим болельщикам, які, конечно же, верять в лучшее? Нашій команде я хочу пожелати хорошей игры, сил, успеха, удачі, щоб сьогодні улыбнулося нашим болельщикам держати кулаки за нашу команду, за ребят, і уверен, що сьогодні вечером буде хороший результат. Несмотря на то, що ми зустрічаємся з однією зі найсміх сильних команд, з однією зі найсміх своїй шарфіки, навіть нашого гості Віталій Кличко теже в шарфі украінському, так що ми веримо в поведу. Софія Гордиєнка і Віталій Кличко були з нами на связі із французского Лиля. Ну а пока, пока вся Европа следит за футболом, ну как і ми с вами, в Соединённих Штатах собственне шоу. Вибори. Америка вышла на финишну прямую, на которой сойдуться в жёсткій схватці Хидри Клинтон і Дональд Трамп. Кто із них победит і як нынешні кандидати себя поведуть, оказавшись в главном кресле Белого дома. Ведь уже с января все решения, в том числе и по Украине, будет не Барак Обам принимать, а один из двух, Дональд или Хиллари. Чего от них ждать, выяснял наш американский сапкор Тихон Дятко. Такой разделённой Америка не была уже давно. Либо президентом впервые в истории США станет женщина, которую обвиняют в слишком тесных связях с Уолл-стрит, либо экстравагантный миллиардер без политического опыта, но с очень большими амбициями и с большой готовностью эпатажно комментировать любую тему. Доходило даже до протестов. Трамп приезжал на свои предвыборные митинги, а местные кричали «Убирайся!» «Дон! Дон! Дон! Дон!» В Чикаго вообще пришлось отменить встречи. Хиллари Клинтон, в свою очередь, обвинили в небрежности, преступной небрежности, когда была госсекретарем, отправляла письма с секретной информацией со своего личного почтового ящика, как ей доверить быть президентом. И теперь американцы ждут, что же дальше, если даже борьба во время праймерис, когда отбирали кандидатов внутри партии, получилась столь жесткой, то чего же принесет прямое столкновение Хиллари и Трампа на финише президентской гонки? Хотя опросы показывают, что Клинтон может победить с отрывом около 10%, наблюдатели говорят, что осенью ситуация будет далеко не такой однозначной. Вообще, поначалу в Америке мало кто верил, что Трамп опередит других республиканцев. Больше разговоров было о его нелепой прическе, искусственном загаре, а еще о странном выражении лица. Больше, чем о его шансах. А зря, взяв на вооружение слоган «Сделаем Америку снова великой», Трамп начал стремительно набирать поддержку. Оказалось, что избиратели охотно ему верят, его обещания и выступления их веселят и раззадоривают. Мои сторонники самые умные и самые лояльные. Вы знаете, я могу выйти на Пятую Авеню в Нью-Йорке и застрелить кого-нибудь. И я не потеряю избирателей. На все проблемы Трамп дает молниеносное и зачастую пугающее решение. Проблемы нелегальной миграции нужно построить стену на границе с Мексикой. Причем заплатят за нее мексиканцы. Угроза радикального ислама нужно закрыть въезд в страну для всех мусульман. Сторонникам Трампа нравится его поведение. Они видят в нем сильного мужчину. Политики, которых они видят в Конгрессе, совсем другие и у них другие манеры. И когда они обещают, например, влиять на политику Обамы, этого не происходит. А Трамп обещает попросту взорвать систему. Пока одни пополняют ряды сторонников Трампа, другие его высмеивают, как актриса Мэрил Стрип в недавней театральной постановке в Нью-Йорке. Ну а политологи вообще разводят руками, мол, в чем, помимо лозунгов, заключается его программа, еще тот вопрос. Это касается и внутренней, и внешней политики. Никто не понимает, какая у него будет политика. С одной стороны, он обещает быть сильным и побеждать повсюду, а с другой, говорит, что найдет общий язык с Путиным, а США не стоит быть столь активными в других частях света. Совсем другое дело оппонент Дональда Трампа Хилари Клинтон. Она уже успела побывать и первой леди, и сенатором, и государственным секретарем США. Ее программа понятна, в ее выступлениях все логично. Мы верим, что сотрудничество лучше конфликта единства, лучше разделение мосты, лучше, чем стены. Хилари Клинтон будет продолжать дело нынешнего президента Обамы. Собственно, на этой неделе он официально поддержал Клинтон. Теперь Обама будет за нее агитировать. Для Трампа это еще одна возможность атаковать Клинтон. Чем, собственно, он сразу и занялся. Никто не хочет еще четыре года Обамы, пишет он в Твиттере и получает ответ от Хилари. Удали свой аккаунт. У Дональда Трампа тон выступлений как будто мир рушится. Хилари Клинтон совсем другая. У нее стабильный, спокойный тон выступлений. И таким же будет и тон ее возможного президентства. Позиционирование Клинтон это, мол, идеальный политик, который знает, что нужно среднему классу. Она плоть от плоти нынешняя система. Но в этом также ее главный минус. Многие даже в демократическом лагере от системы устали и потому не готовы голосовать за Клинтона. Нынешнюю президентскую кампанию в США называют неожиданной, безумной и даже отвратительной. Впереди пять месяцев схватки между Дональдом Трампом и Хилари Клинтон. В сентябре их первые предвыборные дебаты. И до каких обвинений и эпитетов дойдет тогда, сейчас не берутся предсказывать никакие политические эксперты. Тихон Дедко, Сергей Еременко. Подробности недели. Американское бюро телеканал Интер. И еще одно мнение из Вашингтона. Мирослава Гангадзе, человек, который очень давно в Штатах и многих американских политиков лично знает. Мы спросили у нее, чего нам вот здесь, в Украине, ждать от президента Клинтон или президента Трампа. В контексте того, что уже говорили кандидаты в президенты, звичайно, что мы бы хотели слышать больше про Украину, но уже даже то, что они говорили, было на самом деле достаточно для того, чтобы понять направление их политики. Что касается Трампа, на жаль, до сих пор мы справедливо маем котом в мишку щодо этого. Я думаю, что в ближайшие декілька месяцев мы увидим дещо такого более прилизанного Трампа и, возможно, чуткишого и зрозумельшего щодо его зовнішньополітичных ориентаций. Что касается Клинтона, ее политика будет все-таки более жесткой даже от політики Обамы. Сегодня Обаму не критикует, все-таки он был достаточно доволен период ее керевником. Вона здействовала саме політику Обамы, но когда она прийдет на посаду президента, я думаю, что ее політика будет хотя бы трое жесткой и, возможно, мы увидим больше посиления НАТО в регионе и мы увидим надание Украине больше дополнительной и в питании оружия також. Ну и мы с вами в этой программе много говорили о визах, но знаете, многим ведь даже когда их отменят, будет не до поезда к Европу, просто потому что дорого. Социологи выясняли, как менялось количество украинцев, которые могут позволить себе отправиться отдыхать. Так вот, если пять лет назад в полноценный отпуск, в путешествие могли позволить ее поехать почти треть опрошенных, то в минувшем году в два раза меньше. А вот альтернатива какая? Если не за рубеж, то куда? В Крым понятно, что не стоит. Украинские курорты, оказавшиеся в прифронтовой полосе, тоже явно будут простаивать. Как украинцы ищут замену Крыму? Смотрите далее. Вот так выглядит сейчас Алушта веб-камеру установили прямо на пляже. И без особого подсчета понятно, крымские курорты наплывом отдыхающих пока похвастаться не могут. Собирать чемоданы в Крым отдыхающие с материка постепенно отвыкают. Они ищут для себя новые места под солнцем. Одесса, знаменитая Потемкинская лестница. Еще в прошлом году, чтобы сделать здесь селфи, нужно было отстоять большую очередь. Тогда Южная Пальмира пережила настоящий туристический бум и стала главным центром отдыха у моря в Украине. История скорее всего повторится и в этом году. Одесситы привыкли оценивать сезон очередями. Какое количество людей стоит в очереди, чтобы сфотографироваться у 12-го стула? Наш стул и количество людей, желающих на нем сфотографироваться, иногда очередь длится почти на половину квартала. Отдыху не мешают ни постоянные политические встряски, ни цены, которые кусаются, тоже по-одесски. Самый дешевый номер или комната участника обойдется в 250 гривен. Захотите класс повыше? Готовьтесь выложить гривен 600. Бизнес в ожидании хорошего сезона. Прошлый год побил все рекорды. Туристов приехало на четверть больше, чем в довоенные годы. Только что мы прошли на углу новое заведение, но месяц назад как открылось. Это заведение открылось два месяца. Итальянцы Марко и его сын Пипа тоже открыли свой ресторан в Одессе. Я знаю Будмо на украинском. Самое главное. И дякую. Италию на Украину они поменяли после того, как однажды сами отдохнули в Южной Пальмире. В Одессе нет каких-то уникальных памятников истории, как, например, у нас Колизей или Пизанская башня. Одессу делают Одессой люди. Отдых попроще в 60 километрах от Одессы в поселок Затока. Отдыхающих мало, пока погода немножко плохая. Дмитрий, который уже 12-й год катает туристов на водных мотоциклах, говорит, россияне и белорусы почти перестали ездить. Надежда только на своего украинского туриста. У людей платежеспособность особо не сильная. Количество их, как бы, да, было, но с деньгами проблема. С деньгами проблема как у приезжих, так и у местных. Затока это вам не лазурный берег. Здесь многое еще напоминает советские времена. Но борьба за туриста уже налицо. Сама Затока очень стала другой, культурной, чистенькой. Поселиться на базе отдыха по программе минимум будет стоить 70 гривен с человека. Номер получше 500. Курорты на Азовском море дефицита туристов, скорее всего, тоже не почувствуют. Хотя еще два года назад на Арабатской стрелке высаживались зеленые человечки. В том году абсолютно все спокойно было. Всех желающих даже не смогли разместить. Это, пожалуй, крайний пляж под контролем украинских властей. Дальше, через 8 километров, территория оккупирована Россией. Проезд в Крым закрыт. Здесь, пожалуй, самый экономный отдых. Снять номер на Арабатской стрелке вам обойдется от 100 до 1000 гривен за домик. В Бердянске базы отдыха пока только открываются. Холодная погода оттянула начало сезона. На пляже уже довольно-таки много людей. Ну, как для начала сезона. Так, пожалуйста, ваш номер. Вы в нем всегда поселяетесь. А, наш любимый. Хозяйка гостевого домика уже встречает первых отдыхающих. Рядом море машинку видно. Крым не будете? Нет, Крым не поедем, нет. Отдых по-бердянски. Номер эконом от 100 гривен в сутки. Номер получше 300. Свою часть туристов получили и Карпаты. Последние два года все забронировано наперед. Люди, которые выбирали раньше Крым, начали шукать альтернативу. Ну, и нашли непоганую альтернативу в Карпатах. Здесь, как на дрожжах, растут рестораны, аттракционы и даже зоопарки. Отдых в горах вам обойдется 300 гривен за комнату в обычном карпатском доме и полторы тысячи в отеле 4 звезды. Наплыв туристов пока что идет по инерции. Сами курорты меняться, спешат не сильно. Иногда предлагая откровенно советский сервис, но уже по европейским заоблачным ценам. Понимая, поехать за границу для многих украинцев не по карману. Каждый из сегодняшних украинцев задумывается о том, что нужно к деньгам бережно относиться. И один из моментов возможной экономии это экономия на отдыхе. Море, горы или к родственникам в село многие выбирают последнее. Олег Решетняк, Наталья Неделька, Андрей Кузнецов, Сергей Бордюжа и Жанна Дучак. Подробности недели в телеканал Интер. Ну и мы сегодня с вами следим не только за событиями недели, но и за футболом. Вот уже окончился к этому моменту матч между Польшей и Северной Ирландией. Счет 1-0. Теперь команда наших соседей, лидер в группе С, в которой играет и Украина. Победный гол забил футболист Аркадий Шмелик на 51-й минуте. Следующий соперник поляков Германия встретится командой 16 июня. Ну и уже практически полчаса остается до матча, за которым мы все будем следить. А подробности недели на этом заканчиваются. Спасибо, что смотрели и, надеюсь, встретимся через неделю. Спасибо.